Божье освящение И текст, который мне хотелось предложить сегодня вам, записан 1 Петра, 1 главе, с первого стиха, два стиха, которые я сегодня хочу взять за основу. Апостол Петр пишет. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир доумножится. Интересно, знаете, что сегодня тоже такая необычная обстановка. Вот он писал рассеянным. Апостол Петр пишет рассеянным в разных местах. И сегодня мы тоже, многие из нас, за экранами смотрим проповеди. Есть такая, если можно назвать, миграция, христианство, много переездов, люди переезжают, люди как-то определяются в жизни. И современные технологии позволяют нам видеть это все. Все. Я понимаю, что корректива внесла пандемия. Ну и Петр, знаете, вот тоже этих людей, он не мог скорректировать каким-то образом их. Он не мог послужить им. Он не мог увидеть, что происходит у него сегодня в жизни. А я думаю, что его сердце апостола, сердце пастора переживало за них. И он пишет вот это послание. И в этом послании он просто направляет их к Духу Святому. Он говорит, что есть освящение от духа. И интересно, что в этом послании оно немножко непривычно звучит, потому что обычно мы читаем послания апостола Павла или других апостолов, и они начинаются с такими словами, так же, как и мы с тобой друг друга приветствуем. Мир Божий, мир и благодать. Аминь, аллилуйя. Я думаю, если пастору Виталия спросить, какое бы послание сегодня, он бы прислал к церкви дистанционно. Как вы думаете, с каких бы слов начал он? Есть ли какой-нибудь версии? Чуть-чуть умничка, мир Божий, да? Ну, правда, это наш пастор, мы его все знаем, любим, благословляем. Но апостол Петр почему-то благодать и мир доумножиться ставит в конце второго стиха. А перед этим он говорит, он говорит, что избранный по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Знаете, я думаю, что когда Дух Божий освящает, Он не освящает что-то тебе и мне для нас, просто самих для наших знаний я имею в виду. Для того, чтобы мы просто поняли что-то с тобой. А, у нас стало больше знания или еще что-то. Но к послушанию написано, и окроплению крови. И, знаете, послушание, я пытался понять, как просто показать. И элементарный пример это все из нас работают где-то или являются руководителями. Я думаю, что не очень нам нравится, когда у нас в компании есть человек, который не послушен. Знаете, вот он не бунтует, но у него на все есть своя версия какая-нибудь. Ты ему говоришь, да, одно сделать, а у него версия какая-то. Он в рассуждение пускается, правда? То есть такой человек не растет в карьерной лестнице, как правило. Если не бунтует, то он остается в какой-то просто одной своей позиции. А тут жизнь с Богом. А тут рассеянные отношения с Духом Святым. Я хочу сегодня говорить об этом. Потому что освящение – это действие Бога в жизни человека. И я знаю, что многие из нас хотят, чтобы Бог в той или иной сфере осветил нашу жизнь. Такие как, ну, я думаю, вы согласитесь, что Бог открыл что-то нам. Есть такие люди здесь, которые хотят, чтобы Бог осветил и открыл что-то. О, их много. И я знаю, что по ту сторону экрана ты тоже поднял руку, говоришь, да, да, я тоже хочу. Нам хочется знать, может быть, что-то о других или о своем будущем, о своем даре. Аминь, церковь. Хочется тебе знать о твоем даре, какой дар тебе дал Бог. Или о своей особенности какой-то. Вот Он тебя особенным сотворил. В чем же твоя особенность? И, конечно, мы хотим, чтобы Бог сделал нас святыми, чистыми. Конечно, мы все этого хотим. Но освящение – это незаконченный процесс. Это то, что может происходить с Богом у человека, я верю, в течение всей жизни. В течение всей жизни. Да, Он отделяет нас по Слову Своему. Мы становимся святыми, отделенными. Но Бог освящает нашу сферу, нашу жизнь в течение всей жизни. Один текст филиппийцам во второй главе с 12 стиха я хочу также прочитать и предложить вам. Итак, возлюбленные мои. Апостол Павел пишет. Как всегда вы были послушны, не только в присутствии Моем, но гораздо более ныне и во время отсутствия Моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Аминь! Аминь! Вы сияете, как светило в мире. Знаете, на мой взгляд, апостол Петр, первый текст, о котором я читал, вот это послание, что наше освящение, оно к послушанию и кроплению крови. Он говорил на понятном языке. Мы сегодня, может быть, не выражаемся так с тобою о том, что такое кропление крови. Мы говорим, мы омыты кровью Иисуса Христа, мы очищены кровью Иисуса Христа. Да? И аминь! Аминь, церковь! Ты омытая и очищена кровью Иисуса Христа, тебе прощены все грехи. Аминь! Это чудесно! Это чудесно! И он изъясняется на понятном того времени, я думаю, языке этим людям, потому что кропление крови есть, как бы, ну, три основных пункта, которых я увидел или нашел в Ветхом Завете, когда они применялись. Один из них, он записан в Левитах, в 14 главе, это тогда, когда сверхъестественно происходило очищение прокаженного. Тогда, когда прокаженный исцелялся от проказы. Многие из нас знают, что проказа того времени, она не лечилась докторами, люди были просто изгоями общества, они просто, ведя нормальный образ жизни, если заболевали, просто уходили за станы, они там умирали в своем обществе. Но если вдруг человек получал сверхъестественное исцеление от Бога, то звали священника. И в этом обряде освящения было то, что так написано. Это Моисей, закон Моисея говорит. Вот закон о прокаженном, когда надо бы его очистить. Перейдут к священнику, 14 глава, я 6 стих зачитаю. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и соп, и омочит ее в живую птицу, в крови птицы, заколтой над живой водой, и покрапит, начищаемого от проказа, 7 раз и объявит его чистым. Пустит живую птицу в поле. Я думаю, что образ проказа сегодня, это, конечно, образ греха. Это, конечно, образ болезни, всего, что у нас есть. Второй момент, когда было крапление крови, это являлось частью обряда отделения Аарона и священников в Ветхом Завете. И потому оно было знакомо людям того времени, иудеям, которые знали закон. И оно как знак было того, что отделялись для служения Богу в храме и не только в храме. Вот именно вот этот обряд просто делал то, что Аарон и его сыновья, они становились священниками для народа всегда, везде. Это записано в Левитах, 8 главе, 30 стих. «И взял Моисей Лея помазание и крови, которая на жертвеннике, покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона одежды его, и сынов его, и одежды сынов с ним». И это было преддверие к тому, что на следующий день, сразу 8 главой мы читаем, что они приступают к тому, что они начинают жертвоприношение. То есть скопление крови, оно подготавливало священников, оно обозначало их, что они вступят в права. И третий момент, это тогда, когда Бог предложил израильскому народу стать его народом, отделенным. Также через Моисея, он дал закон, и народ Божий согласился, после того, как Моисей зачитал, это исход 24 глава, Моисей взял половину крови, влил в чаши, другую половину окропил жертвенник, взял книгу завета, прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих». Мы можем видеть, что в Ветхом Завете все эти три основных образа являются для нас сегодня. Первое – мы очищены кровью Иисуса Христа от греха. Аминь, Церковь. Иоанн говорит, что «Дети Моисей, я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Проповедуйте об этом. Церковь, говори об этом. Иисус умер за каждого человека. Второе, что я вижу, это мы стали священниками Богу. Через кровь Иисуса Христа, через омытие Его крови, через искупление мы стали священниками. Тот же апостол Петр пишет, чуть ниже во второй главе, он пишет о тебе и обо мне. Он пишет, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». В Откровении книги точно так же мы изучали с вами. Написано, что «Сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». В крови Иисуса Христа мы так же имеем этот Новый Завет, где у нас есть способность. У нас с тобой есть способность, дорогие, родившись заново, слышать Духа Святого, повиноваться Духу Святому. Это то, чего не было. Чего не было с каждым человеком, то, что произвело искупление, это то, что ты и я имеешь сегодня залог Духа Святого, и мы ожидаем пришествия нашего Господа и Иисуса Христа. И мы уверены в этом, потому что мы слышим Духа Святого. Мы понимаем, Он открывает нам Писание. Он среди нас в общении. Мы наслаждаемся этой жизнью с Ним. И в Римлянном так же это написано о том, что «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умышляете дела плотские, то живы будете». «Ибо все води мы Духом Божьим, суть сыны Божьей». Поэтому, дорогие, к чему я? К тому, что когда Дух Божий что-то освещает в твоей моей жизни, я понимаю, что это к послушанию. Это к послушанию, которое ведет меня к очищению греха, к способности служить к Богу, жить с Ним в этом новом завете, слыша Духа Святого, и имея способность поступать, так, как Он мне говорит или Он меня направляет. Знаете, к сожалению, я сталкивался в своей жизни, на самом деле, когда люди, призывая кровь Иисуса Христа в свою жизнь на себя, приболев, или противостоять каким-то духовным атакам, они призывают, и это не работает в их жизни, в их жизни, простите. Оно не работает. Они говорят, что-то не так. Это одна из немногих молитв, которые я пользуюсь, когда, если вдруг демоническая какая-то атака, непонятно откуда, приходит, я ничего не делаю, кроме, говорю, кровь Иисуса на мне. Кровь Иисуса на мне. Кровь Христа на мне. И у меня работает это в жизни. Но, знаете, у меня к таким людям вопрос по-настоящему. Когда последний раз Дух Божий освещал что-то, и если Он осветил, знаете, так бывает, мы приболеем, молимся об исцелении, молимся, а нам вдруг Дух Божий освещает какую-то сферу нашей жизни, которая совсем не относится к этой болезни. Просто, может быть, какой-то грех запинающий, какая-то обида, какая-то неприязнь, несогласие с братьями, с сестрами. И Он просто поднимает это. Нам кажется, что это давно в прошлом, давно ушло. Оно почему-то именно во время болезни или во время стесненных обстоятельств поднимается просто у нас перед глазами. И у меня вопрос, что ты с этим сделал, когда Дух Божий тебе показал это. Был ли ты послушен тому, что Дух Божий осветил тебе? Я понимаю, что именно послушание ведет к сильным переменам, к настоящим переменам от Бога. или, знаете, когда я, например, потерпел неудачу, фиаско в чем-то, я согрешил, ну, просто пролетел, так бывает, знаете, и так сложно иногда согласиться с тем, что я пролетел. Я могу стоять, знаете, в своей позиции, отстаивая это все, каким-то образом пытаясь исправить самостоятельно, я говорю в правильном понимании этого слова. Конечно, когда Дух Божий нам что-то открывает, нам надо исправлять это самостоятельно, но есть такие моменты в жизни, я думаю, у каждого из нас, когда Дух Божий открывает, я как бы понять-то понял, да, но ни покаяния у меня нету, ни какого-то разговора открытого с Богом, а я как бы понял и пытаюсь теперь исправить это самостоятельно, без Бога. И в такой сфере, как правило, мы можем только дальше и дальше запутываться. Знаете, один из очень ярких примеров, всем вам известный, это Саул, Самуил и Саул. Тогда, когда в истории про их отношения Саул одержал победу, помните, он взял царя, он взял лучшее из овец, из тельцов, и Бог ему сказал, пойди воюй, и он пошел, воевал, завоевал, и Бог сказал через Самуила, все заклятое предай, все заклятию предай, все уничтожь. И мы знаем, что Саул не сделал так, он оставил, потому что он говорит, я боялся народа, это записано 1 Царств 15 глава, я боялся народа, я послушал народа, вот это оставил. Но когда Самуил ему говорит об этом, я просто своими словами пытаюсь немного сократить, знаете, когда Самуил ему говорит, он не признается как-то вот по-настоящему, что ли, перед Богом, потому что он говорит, ну послушай, так-то я пошел на войну, как я не послушен Богу, так-то я пошел на войну, я послушен, я завоевал, я взял в плен. Но Самуил говорит, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глаз у Господа, послушание лучшей жертвы, и поняновение лучше только овнов, ибо непокорность, внимание, непокорность, есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что и дало поклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуил, согрешил я, ибо приступил повеление Господа, и Слово Твое, но я боялся народа, и послушался голоса их. И отвечал Самуил Саул, не врачусь я с тобою, ибо ты отверг Слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был над Израилем. И знаете, вот тут внимание написано, я обратился в Самуил, чтобы уйти, но Саул схватил за край одежды и разодрал его. И вот слова дальше Самуила. Тогда сказал Самуил, ныне отверг Господь царство израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. Знаете, в первый раз Самуил ему так не сказал. Здесь я вижу что-то. Первый раз Самуил не сказал, первый раз он ему говорит, отверг Господь царство, ты не послушен. И Исаул, простите, начинает упорствовать. Да упорствовать так, знаете, добиваясь своего, что хватает одежды, он разрывает на священнике одежду. И Саул говорит ему точку, он говорит, послушай, Бог не просто что-то озвучил тебе сейчас в жизни. Бог не просто, у Бога есть решение, вместо тебя есть другой человек. Это не просто Бог, который сказал что-то, потом передумал еще как-то. И именно после этих действий, после вот этого ожесточения, так как я вижу, знаете, я думаю, что поднялось у Саула в такой момент, что может подняться у тебя и у меня в такой момент, просто подумай, когда тебя сравнивают с кем-то. Просто тебя сравнивают с кем-то, кто-то лучше, чем ты, что внутри тебя поднимается. Иногда зависть, это мягко сказать, потому что иногда сравнение, оно просто убивает. И я вам хочу сказать, в моей жизни нету пути, кроме как прийти к Господу с этим. Потому что я самостоятельно не способен справиться, когда меня сравнивают с кем-то лучше меня. И у меня куча вопросов к Богу, к себе, к людям. В чем? Я начинаю исследовать, я понимаю, мне надо остановиться. В этот момент мне надо остановиться, потому что я принят Богом, такой, какой я есть. И Бог меняет меня, и ведет, и улучшает по своему изволению, если я имею способность быть послушным Духу Святому. И знаете, дальше написано, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтоб раскается ему. Вот что говорит Самуил Саулу. И знаете, к сожалению, написано так, что и сказал Саулу, я согрешил, он же признает. Ну, почти меня перед старейшинами, народом моего, перед Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу. И он говорит, твоему. И в этот момент что-то происходит у Саула. Бог, которому он приносил жертвы, Бог, который дал ему победу, Бог, о котором он говорил только что с Самуилом, вдруг, услышав о сравнении, услышав, что у Бога есть точка, он не останавливается в этом, он идет дальше. И он говорит, я поклонюсь твоему Богу. Он уже что-то внутри разделил себя. Пусть Господь хранит каждого из нас от этого. Уже чей-то Бог, уже не мой, уже чья-то церковь, уже не моя церковь. Уже что-то другое происходит в моей жизни. Знаете, и он так и не покаялся. И он пытался исправить все самостоятельно. Но я считаю, если Дух Божий высветил что-то, он не будет менять своих ценностей. Он будет ожидать покаяния моего и твоего. Если Дух Божий осветил что-то, он будет ожидать покаяния. Ко мне через годы возвращаются какие-то моменты, где я разбираюсь с Господом, они не кричащие, но Дух Святой периодически напоминает мне что-то. Знаете, Исаул, к сожалению, он пошел дальше. Мы знаем, что он пошел к гадалке. После того, как умер Самуил, он пошел к гадалке. Он попросил вызвать Самуила. Почему? Потому что стесненные обстоятельства пришли в его жизнь. Филистимляне собрали войско. Он посмотрел, написано, что он сильно содрогнулся сердцем. Когда у тебя непорядок с Богом, тебя может поколебать не просто филистимское войско, тебя какие-то незначительные вещи начинают пугать, панические атаки, страх возможен. Когда у тебя нету порядка с Богом, и он испугался, и он пошел к этой волшебнице, к которой только до этого изгнал всех, переодевается, идет, прикидывается, говорит, вызови мне Самуила. Почему? Он ни у Рим не отвечает, никак не молится Богу. Бог молчит в его жизни. И он не кается, и он идет дальше к волшебнице. Эта волшебница вызывает, знаете, дух Самуила, и так написано, что? И увидела женщина Самуила, чуть больше прочитая, громко вскрикнулась, обратилась женщина к Саулу, говоря, зачем ты обманул меня? Ты Саул! Ибо если живете, ты Саул! И сказал ей царь, не бойся, что ты видишь, отвечает женщина, вижу, как бы Бога, выходящего из земли. Какой он видом, спрашивает Саул. Она сказала, выходит из земли, муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пало лицом на землю, и поклонился ему. Я вижу, что первая заповедь, которую говорит Бог народу, не поклоняйся, и не служи. Им. Он нарушает. Он поклоняется Духу. Он полностью в оккультизме. Он очень плохо заканчивает вскоре. Очень печальный пример. Пример печальной непослушания Духу, непослушания человеку Божьему, непослушания на всем протяжении, когда Дух стучался, что-то не позволило ему. Я знаю, что это. Он просто не смог смириться. Знаете, у меня есть пример, чуть веселее, наверное, надо рассказать. Совсем недавно я решил порыбачить. Братья знают, кто рыбаки. Я очень давно не рыбачил. Очень. И сейчас уже давно эти катушечки новые, разные воблера, спиминги. И я приобрел, и, значит, поехал, думаю, послужу там брату. Вот и говорил историю, у которого мама умерла двоюродная. С ним пообщаюсь заодно. Там 2-3 часа проведу. И знаете, стою рыбачу. И представляете, я ловлю. Я ловлю где-то с килограммчик. Ну, на взгляд. Так, бывает, завышаешь. Ну, на килограммчик. Я судачка ловлю, вытаскиваю, представляете, стою вот так в воде. А пошел, знаете, не вооружился до конца. Как-то веры не хватило, что поймаю. Ни садок, ничего. Вот у меня спортивная сумочка тут такая висела. И, значит, я этого судака-то вытащил. Знаете, глазам не верю, как говорится. Такой, даже радоваться еще не могу. Этого судака в руках держу. Думаю, сейчас я эту сумочку открою, его там вот так, ну, знаете, подковой сверну туда, засуну, ну, и как бы уже. А в голове уже дом отрясу, знаете, перед женой, перед детьми. Ну, такой, ну, рыбак-охотник, знаете, добытчик. И бульк, представляете, он. Пока я там с этим спимингом. Бульк. Смешно не здесь. Знаете, где смешно? Такая несостыковка внутри. Вообще. То есть я вообще не согласен. Вы не поверите. Я вообще не согласен. Я проверил, ушел, ушел, знаете. Знаете, что я делаю? Я говорю, сам себе внутри. А, ну, это же первая рыба, как бы, которую я поймал. А, это дар Господу. Это реально. Это дар Господу. Знаете, и пытаюсь себя успокоить этим, что, ну, вот вроде как я Богу пожертвовал, знаете. И не смиряюсь, что, ну, я просто, простите меня, да, вот он, ну, короче, не смог я его овладеть этим трофеем. Не смиряюсь. И как-то себя убеждаю дальше. Ну, да, еще и рассуждения пытаюсь какие-то пойти. Знаете, что? Дух Божий не пропустил это. Реально. Дух Божий реально не пропустил. Как будто, нет, 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 знаете, это не дар Господу. Ты просто пропустил. Ты просто пролетел. Тебе надо смириться с этим. Тебе надо согласиться с этим. Знаете, нужно, я думаю, перестать нам как-то оправдывать и исправлять то, что нужно уже признать давно, что я упустил возможность, здесь я согрешил. Просто смириться надо. Надо просто покаяться. Это так трудно иногда. Это нереально. Я стоял, стоял, я смирился. Ну, я думаю, что я смирился. Я как-то, Господи, это точно не жертва Тебе. Вот в этом я смирился. Это точно, я не знаю, как дальше, но это не Тебе. Конечно, нет, это не может быть жертвой. Это я придумал для своего успокоения. Знаете, как сегодня в твоей жизни происходит, когда Дух Божий освещает твою жизнь, твою сферу в жизни? Я не знаю, но как ты сегодня живешь, когда тебя никто не видит? Как ты живешь, когда ты постоянно находишься в онлайн, например, в режиме? Может быть, у тебя нет возможности приехать в собрание, но как ты зовешь кого-то, ты обращаешься к кому-то, ты стараешься быть во свете или нет? Ты послушен Духу Святому, когда Он освещает что-то в твоей жизни. Сегодня Дух Божий, я думаю, Он призывает многих из нас к конкретным переменам в жизни. Следующий пример, который бы я хотел привести, это пример с Давидом. Пожалуйста, не скажи сам себе, внутри ты все знаешь про Давида и Версавию. Вчера вечером я сидел, Дух Божий очень круто показал мне самому один момент, одну деталь. Вы все знаете эту историю, когда он согрешил с Версавией, когда он убил чужими руками Урию, и когда Нафан, пророк, пришел к нему, и он заговорил с ним, рассказал ему притчу в овце. Да и сказал, предать смерти этого человека. Он говорит, ты этот человек. Он говорит, ты этот человек, Дух Божий пришел, можно сказать, в лице пророка. И освещает эту сферу Давида. И следом идет наказание. Еще нет признания Давида никакого. Оно и не требуется. Просто пророк высвобождает сердце Бога. Он высвобождает то, что говорит Бог. И он говорит 12 глава, 10 стих. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня. И взял жену Урию, и хитиньянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Возьму жен твоих перед глазами твоими, отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал это тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. Это серьезное наказание, которое Давид слышит в свой адрес. Он слышит, что случится. Он слышит уже, что произойдет, и мы знаем с тобой, что так произошло. Это было Мнон, Авесолом потом. Просто из его дома поднимались его сыновья. И вот слова Давиду. И сказал Давид Нафану четыре слова. Согрешил я перед Господом. И все. И все. Драгоценный, и все. И дальше Нафан говорит. И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Что значит не умрешь? Давид же умер. Мы все знаем, что Давид умер, что он почил. Я думаю, это означает, ты не умрешь. Бог останется в отношениях с тобой. Бог поведет тебя дальше. Ты не умрешь. Я думаю, Давид верил, что он с Господом будет в вечности. Но дальше он говорит. Но как ты этим делал, дал повод врагов Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой, поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду. И оно заболело, написано. И дальше мы знаем, что Давид лежал перед Господом. Давид ожидал чуда от Бога, что Бог изменит свое решение. Слуги ходили вокруг него, не знали, как подойти, потому что он царь, что ему сейчас взбредет, дитя болеет. Потом дитя умирает. И они начинают переговариваться между собой. Давид улавливает этот момент, он говорит, что вы там шепчетесь, да, своими словами. Умерло дитя? И ему говорит, умерло. Умерло. Написано тогда, Давид встал с земли, умылся, помазался, переменел одежды свои, пошел в дом Господень, молился, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали слуги его, что значит, что ты так поступаешь, когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем мне поститься, разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И дальше написано, и утешил Давид Версавию, жену свою, вошел к ней, спал с нею, и она рекла ему сына, имя Соломон, и Господь возлюбил его. То, что я увидел, драгоценное. Когда Нафан говорит о том, что он поразит, Господь поразит дитя, 15 стих написано, и пошел Нафан в дом свой, написано, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. Библия показывает, на тот момент Бог смотрит, и Он говорит, это будет напоминанием бесчестия, потому что без повод врагам Бога будет хулить имя Божье. Это была жена Урии, кто родила тебе. И когда он, написано, 24 стих, зашел, написано, и утешил Давид Версавию жену свою. Знаете, что-то произошло у Бога с сердцем. Жену свою вошел к ней, и спал с ней, и родила сына, и нарекла ему имя Соломон. Что-то произошло, что невозможно сделать без покаяния перед Богом. Бог не поменял решений, но Бог при покаянии Давида, Он осветил эту сферу. И освещая сферу, Бог не дает тупика, Он всегда дает выход, дальнейшую жизнь, как поступить. И та же женщина, которая родила первого ребенка, Он называет, Библия называет ее женою Урия. И чуть ниже, процесс покаяния, процесс очищения, процесс веры, что он встретится с этим сыном своим, там, на небе, дальше Господа, он пойдет к нему. Его жизнь, его молитва перед Богом в храме, он кушает, он свидетельствует людям, которые в его доме. Меняет что-то в сердце Бога. И Бог говорит, теперь это жена твоя, это жена твоя, я признаю ее теперь женой твоей, я вижу это, я благословляю тебя. Родился Соломон, который построил храм Господу. Знаешь, может быть, в твоей жизни есть что-то, что ты знаешь, оно порочит имя Божье. Оно просто порочит имя Божье, этот поступок, это действие этого какое-то, какие-то межличностные отношения. Ты знаешь это, Дух Божий осветил тебя, и ты вроде как и покаялся, но ты не можешь смириться, чтобы это умерло, как я с этой рыбой. Может быть, ты еще противляешься, как-то противишься этому всему, как-то пытаешься что-то самостоятельно исправить, тебе нужно, чтобы это умерло. Не порочило имя Божье в твоей жизни, и Бог даст тебе Соломона, и Бог даст тебе что-то новое, обновленное, потому что Писание говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Дверь древняя прошла, теперь все новое в твоей жизни. Это не единожды происходит, это постоянно происходит с Богом, когда Он освящает, когда мы послушны Духу Святому. У тебя есть эта способность принять Божье наказание, принять Божью волю в таком виде, как Бог тебе предлагает это сделать. Не навязывать свое, понять, что есть что-то высшее, есть что-то лучшее для тебя. Даже это, если не выглядит сейчас как-то как-то Божьим промыслом в твоей жизни, тебе нужно согласиться, Бог вправе наказывать так, как Он считает нужным. Он накажет все, что бесчестит Его имя, Он славы своей не отдаст никому. Я думаю, нам нужно верой принимать Божье прощение в таком виде, в котором оно есть. Когда Бог нас освящает, и мы послушны Ему, происходит что-то невероятное в нашей жизни, сверхъестественное, так как произошло у Давида. И мы получаем способность, когда мы послушны, поступить так, как этого ожидает от нас Господь наш. Когда Бог нас освящает, это чудесно. Он всегда, еще раз вам скажу, Он всегда показывает выход, Он всегда направляет нас. У меня есть собственный пример, я вчера его приводил братьям в Плотниково, я его часто привожу, я считаю, что, знаете, это мой определенный экзамен перед Духом Святым, который я сдавал. Однажды мы проводили первую конференцию в нашем Доме Милосердия, и я только в начале служения был ответственный за всю подготовку, технические моменты, ремонт, главное, там был ремонт. И мы буквально ночью доклеивали обои, я помню, ночью, потому что утром уже заезжает народ. То есть, не просто обои, там плитку клали, до этого стяжку делали, штукатурку, и вот решение, и вот нам делегировали эту власть, там, значит, и мы делаем от ремонта, мы сделали все. Люди приезжали, я помню, так сырость немножко стояла, и знаете, вот оно, начало собрания, начало конференции, не помню, кто играл на прославлении, как заиграла музыка, вот эти две двери открыты, кто был, плотниково, как бы две двери, там они открываются, такой зал, и я стою, так со стороны смотрю в зал, люди собрались, со мной стоит один из пастеров, знаете, и так все сжато, все так торопятся, и особо тебе никто спасибо не сказал, ну, приехали быстренько, там, главное же сейчас, ну, о другом думают, но не о том, чтобы тебе спасибо за стройку, там сказать, все сосредоточены, команда сосредоточена на слове, а ты как бы ожидаешь, ну, нет, нет, ну, как бы смирился, нет, да нет, и вот я стою, представляете, этот служитель, он так меня толкает, я, что, и там железные двери и петли внутри, внутри, вообще не увидишь, и он берет и так оттуда, раз, и пыль мне показывает, и он мне пыль показывает, подразумевая ему, пропустил, драгоценный, я не знаю, вам может быть смешно, я в тот момент чуть не расстался с христианством, то есть, все поднялось настолько, я хотел развернуться и уйти просто оттуда, я серьезно, если замыкает, а у меня сплавилось все, все, электрики, все, все провода поплавились, но что-то внутри меня, или кто-то вернее, не дал мне это сделать, я не знаю, как это, я точно у меня уже все, ну, выше крыши, все, достаточно, у меня уже решение, только действия нет, я не знаю, почему, я этому тихому стуку стал послушен, заграла музыка, я поднял руки, и все поменялось, реально, все поменялось, вообще не важно, вообще не важно, что здесь происходит, не важно, кто этот служитель, сказали мне, сказали мне, спасибо или нет, Бог наполнил меня, Дух Святой, такую награду мне, Дух Святой, так дал мне понять, что Он ценит все, Он видит все, Он знает, это невозможно описать, то, что я пережил там, и я сейчас понимаю, я сдал этот экзамен, Духу Святому, я думаю, что нам нужно с тобой покаяться перед Богом, если мы понимаем, что Он осветил что-то, а мы пробежали, я думаю, нам надо принять Божье прощение, нам нужно обновить также свое посвящение в молитве Богу, как это сделал Давид, потому что все, что сегодня Дух Божий освящает тебе, нужно делать практические шаги, помните Иисус, Иисус говорит в Евангелии от Луки 6 главе 46 стих, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю, и не делайте того, что я говорю, как говорит Бог сегодня тебе, конечно, когда Он освящает тебя через Духа Своего Святого, дорогие, это так ценно в глазах Бога, я думаю, когда мы послушны, так ценно, я предлагаю чуть позже сейчас призвать имя Божье, помолиться перед Ним, попросить прощения, покаяться, если ты сегодня уже что-то видишь, уже сегодня покаяться, если Он что-то осветил тебе, если ты покаешься или покаялся, тебе надо принять это, вторая часть, это Божье прощение в том виде, в котором Он его тебе предлагает, тебе нужно обновить свое посвящение Господу в молитве, и все, что сегодня Дух Божий освящает тебе, тебе нужно делать практические шаги. Избранный по предвидению Бога Отца при освящении Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа благодать вам мир да умножится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok